Урок десятый. Задача первая. Запишите произведение в виде степени. b в шестой надо умножить на b в четвертой. Надо умножить на b в первой. Подразумевается единица. Это b в первой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основания остаются прежними, показатели складываются. 6 плюс 4 плюс 1 – 11 показатель степени. Значит, ответ b в одиннадцатой. Задача вторая. Запишите в виде степени с основанием b. b в первой умножается на b в четвертой, а затем возводится в восьмую степень. При возведении степени в степень основания остаются прежним, а показатели перемножаются. 4 на 8 – это 32. Значит, будет b в 32. Здесь тоже степень возводится в степень. Основание b, а показатель 6 умножить на 5 – 30. Давайте выполним умножение степеней с одинаковыми основаниями. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели складываются. 1 плюс 32 будет 33. Теперь надо выполнить деление. b в 33 надо разделить на b в 30. При делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели вычитаются. Ответ b в кубе. Задача третья. Вычислите. 16 в кубе. 16 – это 2 в четвертой. Значит, 16 в кубе можно представить, как 2 в четвертой возводится в куб. Или 2 в двенадцатой. 81 – это 3 в четвертой. Значит, 3 в четвертой возводится в квадрат. Можно записать 3 в восьмой. Разделить на 12 в шестой степени. Давайте в виде дробного выражения. Действие деления – это дробная черта. 12, основание этой степени, можно представить как 3 умножить на 4. 4 – это 2 в квадрате. Значит, 2 в квадрате возводится в шестую степень. Это значит 2 в двенадцатой. И умножить на 3 в шестой. Теперь давайте сократим. Можно сократить на 2 в двенадцатой. Можно сократить на 3 в шестой. Значит, в числителе останется 3 в квадрате. 3 в квадрате – это 9. И ответ. 20 надо умножить на 9. Получится 180. Задача четвертая. Какое из чисел больше? 6 в трехсотой или 5 в четырехсотой? 300 можно представить в виде произведения. 3 умножить на 100. То есть можно 6 сначала возвести в куб, а потом возвести в сотую степень. Потому что при возведении степени в степень показатели перемножаются. Что получится? 216 – это 6 в кубе. В сотой степени. 5 в четырехсотой. Можно 5 возвести в четвертую, а потом в сотую степень. 5 в четвертой степени – это 625. А теперь давайте сравним. Показатели одинаковые. Основание у второго числа больше. Значит, 5 в четырехсотой степени – больше. задача пятая. Вычислить. Давайте вынесем за скобки общий множитель 3 в 32. Значит, здесь будет 8 умножить на 3 в квадрате минус 7. Так, это запишем в знаменатель. Дробную черту можно заменить действием деления. Поэтому записываем вот это выражение в знаменатель. 9 – это 3 в квадрате. 3 в квадрате возводится в шестнадцатую степень. Значит, можно записать 3 в 32. Теперь давайте сократим. Можно сократить на 3 в 32. Давайте найдем значение выражения в скобках, в числителе. 8 надо умножить на 9 и затем вычесть 7. Получится 65. Числитель – 65. Знаменатель – 13. 65, если разделить на 13, получится 5. Ответ – 5. 11. Знаменатель. 9 – 18. 18. Показов. 22. 24.